С 3 апреля, согласно 92 указу в Реуглавой Чувашии, межмуниципальные маршруты могут осуществлять пассажирские перевозки строго в определенное время. Контролировать перевозчиков станут с помощью электронных пропусков. Время, отведенное для межмуниципальных перевозок, с 5 до 9 утра, с 12 до 14 дня и с 5 до 9 вечера. В соответствии с этим указом запрещается осуществлять перевозки в межмуниципальном пригородном сообщении в интервалы времени с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов. Сотрудники госавтоинспекции останавливают маршрутные транспортные средства и проверяют наличие в них пассажиров. С начала контрольно-рейдовых проверок составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Для того, чтобы предотвратить незаконные перевозки и обеспечить безопасность граждан, в республике будет введен режим электронных пропусков для городского и межмуниципального транспорта. В данный момент, сейчас на первом этапе, будет осуществлено, планируется введение пропусков для транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа, прежде всего по межмуниципальным маршрутам. Это, прежде всего, связано с тем, что после введения ограничительных мер у нас появилось огромное число нелегалов, которые эту миссию по доставке пассажиров взяли на себя. Для этого создан специальный портал, называется «Пропуск АПРУ», где будет производиться авторизация и заведение учетной записи для представителей транспортных компаний. После авторизации в системе заявитель сможет сформировать пропуск для всех своих автомобилей. Пропуска в формате А4 нужно будет распечатать и прикрепить на лобовое стекло. Проверить подлинность пропуска правоохранительные органы смогут по QR-коду. Олег Николаев поручил запустить систему в тестовом режиме, а со вторника сделать обязательной для всех перевозчиков-пассажиров. Еще один вопрос, который очень волнует жителей – дезинфекция транспорта. Здесь, в Рио, главы региона также обязал принимать жесткие меры контроля. Реализовать во всех муниципалитетах, где регулярно ходит общественный транспорт, то есть формировать соответствующие группы, которые будут обеспечивать контроль реализации необходимых дезинфекционных мероприятий. Естественно, этот контроль должен быть внезапным, без соответствующего предупреждения, потому что, понятно, фотографии можно разные слать, а вот это как на самом деле делается? Давайте внезапные контроли организовывать и соответствующим образом работу реализовывать. Богдана Дойникова, Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.